Желание жить на чистом воздухе. Среди лесов и рек при тишине и покое всегда есть в каждом из нас. У меня оно появилось после появления в моей жизни весенних сплавов по рекам Пенского края. Не мог надышаться свежим лесным воздухом. А засыпать при ночной тишине было просто сказкой. Ну вот и итог. Покупка участка земли за городом. Окраина деревни Косимова-Балантайха. Подлобаново. Поля, леса, речки и пруды. О чем еще мечтать? В этом видео я хочу рассказать об основных вопросах, с которыми сталкиваются те, кто хочет жить за городом. Основные задачи генплана земельного участка Сорвнить кадастровый план участка с собственными замерами. А лучше вызвать геодезистов, и они выставят колышки на границах. Выяснить уклон участка и состояние грунта для фундамента, и грунтовых вод для дренажа. Если вода ближе метра, необходим дренаж. Определить, а лучше создать генплан, состав построек, их размеры, и план размещения по нормативам, благоустройство и ограждение согласно зонам участка, жилая зона, зона отдыха, хозяйственная зона, садово-огородная зона. Обеспечить на плане доступ для пожарной машины к участку и постройкам. Определить расположение коммуникаций, скважина водопровода, яма канализации, яма ливневая, дренажная, газопровод, электропровод. И обязательно соблюсти права соседней на инсуляцию, освещение солнца. Есть нормативы на высоту забора и построек и деревьев. Пожарная безопасность. Нормативы на расстояние между постройками и электропроводкой. Экологическая безопасность. Нормативы на размещение канализации и дренажа. Основные задачи архитектурного проекта дома. Первый этап – разработка проектной концепции. Анализ объекта проектирования. Составляется техническое задание на проектирование дома с учетом всех пожеланий и условий заказчика. А также нормативы к пожилому дому. Сбор информации по аналогам. Выбор вариантов проектирования. Состав документов проекта. Экспертиза проекта по нормативам и СНИК. Проект дома состоит из трех основных разделов. Первый – архитектурный раздел. Эскизный проект. Второй – конструктивный раздел. Рабочая документация. Третий – инженерный раздел. Рабочая документация. Основательная разработка первого архитектурного раздела обоснована необходимостью грамотной привязки дома к участку. Определением выгодной для заказчика технологии строительства и всех показателей площадей и объемов для смет, генподрядчика и поставщиков. Создание не типового, а индивидуального стиля и дизайна дома. Архитектурный раздел «Эскизный проект» состоит из планировочных решений дома. Согласно генплану участка ПЗУ определить планировку и высоту каждого этажа дома с нибелью и оборудованием. Архитектура дома, общие габариты дома, фундамент, наружные и внутренние стены, перекрытие, посады, кровля, материалы строительства и отделки. Определить эвакуационные выходы из дома. Второе. Конструктивный раздел. Рабочая документация. Узлы, планы, развертки конструкций, спецификации окон и дверей. Третье. Инженерный раздел. Рабочая документация. Ввод коммуникаций в технические помещения дома и их разводка по дому. Отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, охрана, автоматизация и пожарная безопасность. Основные задачи. Дизайн проекта интерьеров. В начале работ составляется техническое задание на дизайн проекта. Состав помещения, их размеры расположения, функции зон, стиль и дизайн интерьера. Гармоничные цвета и формы. Материалы черновой и финишной отделки. Мебель, светильники, сантехника и другое оборудование. Коммуникации и управление ими. Состав документов дизайн проекта. Планировочный проект. Варианты перепланировки. Помогают усилить функциональность и удобство помещения. Эскизный проект 3D визуализация. Позволяет увидеть интерьер во всех подробностях, что помогает вовремя внести необходимые изменения в проект. Рабочий проект. Планы потолков и полов. Развертки и отделки стен. Электрика и сантехника. Вентиляция и кондиционирование. Ведомость отделки. Рассчитываются. Необходимое количество материалов и оборудования. Их стоимость и варианты оптимизации расходов. Основные задачи авторского надзора при реализации. Авторский надзор и комплектация. Комплектация. Подбор в магазинах вариантов. Цена-качество. Финишных материалов отделки. Светильников. Сантехники. Ими. Авторский надзор. Контроль на объекте. Обеспечение точного соотношения решения делочных работ. Решением предусмотренного дизайн-проекта. Плановое посещение дизайнером объекта. Для уточнения вопросов, касающихся дизайн-проекта. Дизайнер всегда на стороне заказчика. Подскажет нюансы и решения вопросов. По работе с подрядчиком и поставщиками. Здесь я хочу вас познакомить с разработкой авторской модульной мебели ТОПов. Она универсальная по набору элементов. Индивидуальная по размерам. Удобна в эксплуатации. Из экологичных материалов массива дерева и мебельного щита. Не применяются вредные для здоровья ДСП и пластики. Она недорогая по цене и недолгая по времени исполнения. А также разработка авторских модульных светильников ТОПов. Они также универсальны по набору элементов. И индивидуальные по размерам. Они удобны и безопасны в эксплуатации. Из экологичных материалов, натуральных стволов, деревьев и пильного массива дерева. И также недорогие по цене и недолгие по времени исполнения. В этом видео я перечислил основные задачи тотального дизайна, которые мы разрабатываем для заказчиков. Это комплексный проект. Участок для дома. Дом на участке. Интерьеры в доме. Материалы отделки. Мебели светильники. Оборудование и коммуникации. Эффективный подход тотального дизайна экономит и деньги и время. Позволяет выстраивать прозрачные отношения с со всеми участниками проекта и реализации.